Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о сценарии последних лет и негативных программах будущего выступлений Мадонны на Евровидении 2019. Перед началом видео напоминаю о возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. Евровидение 2019, проходившее в Тель-Авиве, многим запомнилось выступлением Мадонны. Певица вышла на сцену в финале конкурса в качестве специального приглашенного гостя. Большинство людей восприняли ее номер как яркое эффектное шоу. По факту же все происходящее на сцене больше походило на черную мессу, которая транслировалась на весь мир в прямом эфире. По прошествии нескольких лет становится очевидным, что выступление Луизы Чиконе заключало в себе программу негативного сценария будущего. Что-то из показанного уже сбылось, а что-то совсем скоро может стать нашей жуткой реальностью. Выступление Луизы Чиконе, именуемой себя Мадонной, на Евровидении 2019 состоялось 18 мая во время подсчета результатов конкурса. Ведущие пафосно объявили выход артистки, а публика ликовала и рукоплескала при виде королевы поп-сцены. Номер не случайно был показан именно в Израиле. Эта страна, согласно преданиям, должна стать местом строительства Третьего Храма, в котором воцарится Антихрист. Таким образом, иллюминаты на весь мир заявили о приближающемся конце света. Номер Мадонны на Евровидении 2019 начался с тревожных ударов колокола. В давние времена колокола использовались не только во время богослужений, но и в качестве сигнала опасности. В данном случае они являлись предвестниками апокалипсиса. Сцена в это время превратилась в готический храм. На черной лестнице, символизирующей ступени масонства, стояли люди в монашеских балахонах. Они напоминали участников тайного общества, собравшихся на черную месу. В центральной части отчетливо вырисовывался силуэт, похожий на голову демонической сущности. Красно-черная цветовая гамма в этот момент соответствовала любимым цветам сатанистов. После звона колоколов хор начал напевать имя Мадонны, отсылающие к образу Богоматери. Вот только саму певицу можно назвать полной ее противоположностью. Вскоре под бурные аплодисменты Луиза Чеконе появляется на сцене прямо из головы дьявола. На ней также надет черный масонский балахон. Когда певица скидывает с себя капюшон, на ее лице можно заметить повязку, скрывающую один глаз. С одной стороны, это подчеркивает символизм всевидящего ока. С другой стороны, внешний вид Чеконе дает отсылку к даджалю, лжи-мессии, являющемуся прообразом антихриста. По преданиям, он должен быть одноглазым, а появление его свидетельствует о приближающемся конце света. На повязке и груди Мадонны изображен крест. Он может намекать на главный символ тайного общества – череп и кости, в который входят представители элит, вершащие судьбы мира. На голове у певицы можно заметить корону. Она дает отсылку к головному убору богини магии и колдовства Гекаты. Кроме того, подобным образом подчеркивается власть певицы, играющей роль антихриста. Символична и сама песня, с которой начала свое выступление Чеконе. Это композиция 1989 года «Like a Prayer», что в переводе означает как «молитва». Таким образом, это некая пародия на молитву, которая явно обращена не к Богу. В процессе исполнения песни сама Мадонна и сопровождающие ее люди в балахонах медленно спускаются вниз по лестнице. В какой-то момент на сцену выходят еще четыре человека. Они несут огромные колонны, заносят их по ступеням и устанавливают на вершине лестницы. Данное действие может символизировать строительство третьего храма Соломона, в котором возобновит службы лжемессия. Сами колонны дают отсылку к масонским колоннам Яхин и Боос, символизирующим равновесие противоборствующих сил. Они стояли в притворе первого храма Соломона. Колонны представляли собой своеобразные врата, через которые должны были пройти участники тайного общества при посвящении. Как только колонны устанавливают на сцене, Мадонна падает на колени. Тем самым она чествует своего рогатого хозяина. В этот же момент люди, стоящие рядом с ней, снимают с себя балахоны. Под ними оказываются парни и девушки в белых сорочках с венками на голове. Их наряды дают отсылку к национальному к украинским костюмам. Противогазы, скрывающие лица людей, могут указывать на происшествия, связанные с химической или радиоактивной опасностью. Вполне возможно, что данные события еще не воплотились в жизнь, но входят в ближайшие планы иллюминатов. Далее в номере парни и девушки в противогазах поднимают Мадонну с колен. Тем самым они поддерживают Антихриста и наделяют его силой. Затем же певица начинает хватать за головы и откидывать в стороны людей в венках. Таким образом мы видим, что Украина приносится в жертву, что в свою очередь указывает на нынешние события в этой стране. На фоне всего этого звучат зловещие слова Мадонны о будущем. Они такие наивные, они думают, что мы не знаем всех их злодеяний. Мы знаем, но мы просто не готовы действовать. Шторм не в воздухе, он внутри нас. Я хочу рассказать тебе о любви и одиночестве. Но уже поздно. Как вы не слышите, что происходит поверх ваших одеяний? Этот ветер переходит в вой. На фоне всего этого, на экране за спиной Мадонны показываются представители различных религиозных конфессий. Сначала они стоят в один ряд, затем же камера делает акцент на каждом из них. Мужчины истерично смеются, словно потешаясь над простым народом. Очевидно, что слова Мадонны направлены в их адрес. В совокупности данные образы могут намекать на то, что с приходом Антихриста все существующие ныне верования заменят единая мировая религия. Далее на экране появляется изображение певицы с черной вуалью на голове. Вуаль является символом траура. С учетом того, что в этот момент Чикония продолжает раскидывать в стороны людей в украинских костюмах, данные кадры являются очередным намеком на войну и большое количество жертв. В завершении своей речи Мадонна дует настоящих за ее спиной людей. Тут же экран охватывает пламя, а парни и девушки в противогазах падают на ступени. С одной стороны, данный момент мог намекать на начало пандемии. Вирус, передававшийся воздушно-капельным путем, унес немало человеческих жизней. С другой стороны, это могло быть указанием на стихийные бедствия, а именно крупные пожары, которые в последние годы полыхали по всему миру. Сразу же после этого Чикония начала исполнять вторую песню под названием «Будущее». Начиналась она со следующих слов. «Не все попадут в будущее, не все учатся на прошлом. Не каждый сможет прийти в будущее, не все, кто здесь, останутся». В это время упавшие на лестнице парни и девушки начинают медленно скатываться вниз. Данные образы в сочетании с песней вновь намекают на огромные человеческие жертвы. Вместе с людьми в украинских венках здесь можно заметить танцоров в черных костюмах, вышедших на сцену перед тем, как Мадонна подула на них. На головах у этих людей надеты шапки с цветами, напоминающие древнерусский головной убор – картуз. Таким образом делается намек на Россию, потерявший в ходе СВО немало человеческих жизней. Подкатывается к ногам Мадонны и девушка с флагом Палестины на спине. В свете последних событий, происходящих в мире, этот момент приобретает особый символизм. Подобным образом иллюминаты могут делать намек на полное уничтожение Палестины. Тут же на экране за спиной Чекони появляется изображение статуй Свободы с поломанным факелом. С одной стороны это может указывать на крах Америки. С другой же стороны поломанный факел означает отсутствие свободы у всего человечества. Это может быть связано с созданием цифрового концлагеря и тотальным контролем за каждым человеком. Далее к Мадонне присоединяется американский рэпер Куэйва. Люди в противогазах поднимаются и начинают танцевать на фоне огня и разрушений. В какой-то момент на экране появляется перевернутый треугольник, символизирующий падение мира. Следом танцоры выстраиваются в ряд и разводят руки в стороны. Это дает отсылку к индуистской богине разрушения Кали. В целом апокалиптические образы говорят о том, что наша планета превратится в настоящий ад, который переживут далеко не все. На следующих секундах выступления люди в противогазах встают рядом с Мадонной и начинают пристально смотреть в разные стороны. На экране в это время мелькают огни, соответствующие цветам российского флага, что вновь может намекать на российско-украинский конфликт. Далее на экране показываются полуразрушенные дома, стоящие посреди леса. Подобные картины можно наблюдать в Припяти. Это в свою очередь может быть намеком на повторение чернобыльских событий. Люди в противогазах продолжают танцевать. При этом парни, одетые в черное, словно подавляют людей в венках. Данный момент снова отсылает к событиям на территории Украины. На следующих секундах номера Мадонна и Куэйва направляются к подножию лестницы. На ее вершине в это время просматриваются очертания черного куба, дающего отсылку к культу Сатурна, связанного с поклонением дьяволу. Следом на экране снова вспыхивает огонь. Далее за спинами артистов появляется изображение Вселенной. По мнению представителей культа, уничтожение нашей реальности откроет им путь к бесконечности и свободе. Именно поэтому они всячески приближают конец света. Сами исполнители поднимаются по лестнице, после чего за ними следуют и танцоры. Предварительно парни и девушки снимают с себя противогазы, показывая, что они свободны от этой реальности. Танцоры выстраиваются парами, сложив руки за спиной в знак бесконечности. Последними идут парень и девушка с флагами Палестины и Израиля на спине. Они расходятся в разные стороны, после чего падают с краев лестницы. Данный момент может символично отражать нынешнюю ситуацию в мире, а также намекать на то, что именно Израиль и Палестина станут участниками ядерной войны. Особым символизмом отличается финал номера Мадонны. После того, как все танцоры попадали с лестницы, певицы вместе с Куэйва останавливаются на последней ступени. На долю секунды перед их ногами появляется тень готического собора. При этом для зрителей его крест выглядит перевернутым, что отсылает к одному из главных символов сатанистов. Здесь же видны силуэты масонских колонн Яхин и Боос, а также черный силуэт, похожий на крылатого демона. На пару секунд вся сцена подсвечивается в виде главного масонского символа пирамиды. После этого на экране загорается надпись «Проснитесь», а Чикони и Куэйва падают вниз спиной вперед. С одной стороны, слово «проснись» может относиться к осознанию людьми всего происходящего в мире. Однако в выступлении Мадонны оно используется в другом контексте. Так как представители известного культа считают, что жизнь человека – это сон, смерть для них является пробуждением. Апокалипсис же, по их мнению, должен уничтожить нашу реальность, то есть привести к массовому пробуждению человечества. Тот факт, что Мадонна и Куэйва, а перед ними и все танцоры падают вниз, также относится к так называемому пробуждению. Когда человек находится во сне и падает откуда-то, он непременно просыпается. Таким образом, через падение артисты намереваются проснуться в другой реальности. В целом номер Мадонны на Евровидении 2019 можно назвать одним из знаковых масонских творений. Каждая его деталь тщательно продумана, а каждый образ несет в себе программу событий будущего. Воспринимая выступление как красочное шоу, люди по всему миру одобряли показанный им сценарий. В итоге все новые и новые события реализовываются в нашей реальности, приближая наступление апокалипсиса. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!